Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Том. Сегодня мы с вами поиграем в Ведьмак 3 Дикая Охота. Игру, которую я купил только что, буквально и... Даже несмотря на то, что она вышла два дня назад, я хочу сделать как бы первый взгляд, такой типа обзор. Посмотреть на эту игру, что это за игра, что она из себя представляет. И в общем, давайте, наверное, начнем. Новая игра, сюжет и драки, только сюжет для тех, кто не хочет отвлекаться на врагов. Нет, это уж слишком, это вообще для каких-то пусси, для лузеров. Сюжет и драки для тех, кто не любит простых решений, боли, страдания, насмерть. Так, давайте, наверное, для тех, кто не любит простых решений. Обучение включим. Симуляция решений, принятых в Ведьмаке 2. Отключим. Так, посмотрим. Симуляция решений, принятых в Ведьмаке 2. Отключим. Продолжение следует... 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 Только разбудить? Уже полдень? Ты обещал Цири, что позанимаешься с ней? Иди, а то Весемир замучает ее своими гравюрами. Я знаю, что Весемир это такой, типа, самый старый ведьмак в этой крепости. Это, короче говоря, крепость ведьмаков. Их осталось совсем мало, по-моему, в Кири. Я пошел. Четыре. Ага, пока. Я пошел. Ага, пока. Охренеть, как у него шрамы. Охренеть, какая чувиха крутая. Ну, вообще. Ну, прям вообще-воще. Хе-хе. А это похоже... она похожа на... Вау. Супер, шикарно. Она похожа на тучвиху из начального ролика. Добро пожаловать в игру Ведьмак 3 Дикая Охота. В ходе обучения вы узнаете о важнейших аспектах игры. Каждое сообщение... Сообщение обучения сохраняется в глоссарии, где вы, кроме того, найдете подробную информацию о реалиях мира Ведьмака и особенностях игровой механики. Вы можете отключить обучающие подсказки в разделе настройки к игре. Сейчас нам нужно найти ключ от спальни, используя ведьмачье чутье. Типа как паучье чутье, наверное, только ведьмачье. Мини-карта и задачи. Мини-карта в правом верхнем углу экрана показывает ваше текущее местоположение и ближайшие окрестности. Под мини-картой находится список задач. Но это уже все интуитивно, понятно, друзья мои? Вот, так что... Так что... Ух ты. Правой кнопкой мышкой я могу... А, это ведьмачье чутье наше. Правая кнопка мышки. Окей. Только серебро. Золото мне не идет. Мог бы это запомнить. Золото мне не... Золото ей не идет. Окей. Погасите. Ух ты. Нифига себе он. Короче. Я... Блин, зачем? Я только что хотел, пытался вам начать рассказывать о том, кто такой ведьмак. Но вы это, наверное, прекрасно знаете. Раз уж... Если не знаете, друзья, то, наверное, лучше... Вот он, ключ, кстати говоря. То, наверное, лучше ознакомьтесь, не знаю, с историей. Этого мира. Просто посмотрите какие-нибудь ролики на ютюбе. Вот. И, кстати, хотел вам сказать. Ребят, наверное, я полностью эту игру проходить не буду. Сейчас мы выйдем туда. Охренеть. Я уже хочу уйти посмотреть туда. Наверное, я полностью на канал, то есть, эту игру проходить не буду. Я ее пройду так для себя. Либо даже буду стримить, возможно. Поэтому, если что, переходите на мой твич-канал. Вот. А сейчас, наверное, давайте уже не будем тянуть и посмотрим. Потому что кампания, то есть, самая сюжетная линия здесь, сама сюжетная линия, она протяженность около 50 часов. То есть, не считая еще второстепенные всякие квесты, это, получается, канал забивать полностью ведьмаком, это не круто, чуваки. Поэтому, давайте поговорим... Нет, не будем говорить с ней, мы... Хотя... Хотя... Енифер. Красавица! Так, но нам нужен ключ. Сейчас мы возьмем этот ключ. Задание дополнено, Кайр Морхен. Чтобы открыть запертую дверь, подойди к ней и нажми Е. Как это сложно! Так, а вот теперь давайте... Лера. Отличный у нас все-таки перевал. Охренеть! Посмотрите, какая красотища! Какая красотища! Тут птицами... Что-то они как-то... Ладно. Вау! Супер клево, друзья мои! Супер клево! Вы только посмотрите! Это все огромный бесшовный мир, в котором мы можем путешествовать. Мы можем взбираться на эти горы по тропинкам. И так далее. Короче говоря, для всех любителей открытых, шикарных игр, с радостью, вы должны с радостью покупать эту игру. Черт возьми, если вам нравятся огромные миры, как и мне. Так, а там кто-то там тренируется? Окей, ладно, сейчас мы туда спустимся, чтобы закрыть... Ребят, если я как-то путаюсь в словах, вы не обращайте на это сильно внимания и простите меня. Если вы уже обращаете на это внимание, то простите меня за это, потому что просто здесь столько всего, и мне хочется обо всем сразу рассказать, и я пытаюсь обо всем сразу рассказать, и получается у меня какая-то херня. Посмотрим... Ой, поговорим с Йеннифер. Я тут подумал, может, Цири подождет еще немного. Это не педагогично и неразумно. Так... Будем неразумными. Я не хочу быть разумным. Ага, вот в чем дело. Я искупаюсь, сделаю макияж, а ты как раз позанимаешься и вернешься. Из всех женщин, которых я знал, только ты красишься перед сексом. А ты их так много знал? Не все ли равно. С каждой я всегда думал только о тебе. Окей. Йеннифер вообще, блин, суперсекси, как будто ее... Я не знаю, как будто она сама себя наколдовала неземную красоту какую-то, или типа того. Короче говоря, ладно, куда нам нужно идти? Карморхен, смотрите, что такое. Что это? Ты весь сок выпила. Знаю. Можешь принести еще после тренировки. Ладно, вот она, видимо, дверь, в которую нужно войти. Замок открыт. Шикарно. Уходим. Прыгнуть на пробел. Отлично. Кстати, в меню у меня почему-то игра выдавала 20 FPS, я не знаю почему. Вот, сейчас выдает 30, то есть я играю как на консоли старого поколения. Старый ведьмак крепко спит, а Цири, разумеется, куда-то пропала. А Цири, разумеется, куда-то пропала. Цири, видимо, тренируется там, когда мы с балкона смотрели, там кто-то прыгал на шестах. Красотища, ребята. Разумеется, она предпочитает теорию практики. Графика. Графика шикарная. Подъем, мастер. Такие скучные уроки, что ты сам на них засыпаешь. Вот холера. Я только прикрыл глаза, пока она делала выписки из Гулия и Альгурии. Ты дал ей этот кирпич? Ничего странного, что она заскучала. У Иоанна Избруга не самый легкий язык, это правда. Зато пишет он обстоятельно. Это к тебе не на лишней глупости. Что, опять на маятнике? Это, видимо, Виссинир. Самый старый из Чирогей. Ой, господи, что я сказал? Из Ведьмаков? Каких нахрен Чирогей? Почему я... Чего я вдруг вспомнил Чирогей? Заниматься? Милости просит. Не сердись на нее. Как тут не сердиться? Эта сопля все должна сделать по-своему. За это ты ее и любишь. Ладно. И я не без греха. А значит, мне ее и к порядку призывать. К чудовищам нельзя относиться легкомысленно. Если Цири хочет стать одной из нас, ей придется это понять. Увидимся внизу. Так, точно. А Цири это, видимо... Какой-то молодой ведьмак. Нет. Понятно, почему ты так сюда рвалась. Эй. Это девочка. Офигеть. Ведьмачка. Охренеть. Вот тут она прыгает. Нифига себе. Цири, ты не в цирке. Пируэт. Способности у нее крутые, я вам скажу. Нет. Ноги. Хватит. Слезай. Как иначе. Можешь снять повязку. Охренеть, она еще и с закрытыми глазами это делала. Есть еще над чем поработать. Рефлексы слабоваты. Для ведьмака может быть. Думаешь, утопец или стрыга будут тебе поддаваться, потому что ты не прошла ведьмачьих мутаций? В любом случае, на твоем месте я бы боялся весь мир больше любой стрыги. Венебрегать его заданиями неразумно. Ой, да ну. Эта книжка была страшно скучная. Я знаю. А ты знаешь, что это не повод. Ой, прости. Я все поняла. Больше не повторится. Извинений недостаточно. Извинений недостаточно. Будем с ней строги. Ты должна прочитать Гули и Альгули целиком, с комментариями. Нет, пожалуйста. Я лучше буду чистить конюшни. Я уже все сказал. Пойдем, позанимаемся внизу с остальными. Мы побежим через стены? Конечно. Конечно, через стены. Ты в школе ведьмаков или в оранжерее? Я внизу первая. Только если свалишься. Так, подойдите к лестнице и нажмите на Я. Окей. Прыгнуть на пробел. Управление довольно удобное, кстати говоря. Что я говорил о дыхании? Деши ртом в ритме шагов. Деши ртом в ритме шагов. Конечно. Ну, можно что-нибудь для себя. Не кривляйся. Так, где она? Как будто она меня ждет. На самом деле, мы ее ждем. Что за фигня? Эй! Ты сказал, нам нельзя так делать! Я сказал, что тебе нельзя так делать. Так, а куда мы бежим? На какую-то тренировочную площадку, походу. Отлично. Так точно. На тренировочную площадку. Ха! Я первый цири! А весь мир уже здесь. Офигеть. И не только он. Какие вот эти... Ты что-то хочешь сказать, госпожа моя? Я ужасненько виновата. Дядюшка Весемир. Молодая кровь требует дела. Я понимаю. Но в бою знания важны не меньше меча. Ты должна хотя бы гуля от альгуля отличать. По отметинам, яка же у пантеры тигриной, взирикание живущей и телом нездраво-бледной. Значит, ты прочла раздел. Но ты все равно должна была спросить, а не... Но ты же спал, дядюшка Весемир. Не верти хвостом. Ведьмак должен уметь обмануть противника. Сам же говорил. Может быть. Но не испытывай мои советы на Весемире, хорошо? Оттуда играешься. Ладно, хватит болтать. Геральт в паре со мной. Ламберт с Эскелем. Цири с куклой. Опять? Не привередничай, берись за меч. Ну что, повторим основы или сразу спарим? Конечно, основы. Начнем с основы. Давай, давай. Лучше... А, лучше начнем с основ. Начать обучение в бою. Давай сразу... Да, основы, конечно. Начнем сначала. Я же никогда не играл. Нам стоит иногда вспоминать основы. А Цири новичком-то назвать сложно. Так-так-так, меч. Доставай меч, Геральт! Так, давайте прочитаем сначала. Ведь знания порой даже важнее, чем меч. Так, битва. От закованных в панцирь рыцарей до бестелесных призраков и великанов, сокрушающих все на своем пути. Ведьмаки должны быть готовы сражаться с чудовищами, людьми всякого рода. Для этого они используют различное оружие и специальные приемы. Основным оружием ведьмака являются мечи. Стальной, для боя с гуманоидами и животными, и серебряный, для убийства чудовищ. Кроме того, каждый ведьмак владеет простой формой боевой магии. Ведьмачьи знаки не так сильны, как заклинания чародеев, зато их можно накладывать очень быстро простыми движениями одной руки, что бывает крайне полезно в бою. Также ведьмаки знакомы с основами алхимии. Они умеют готовить сильнодействующие эликсиры, бомбы и масла для клинка. Эти средства нередко решают исход сражения с более сильными или быстрыми противниками. ОК. Так, ускориться, прыгнуть. Один, чтобы достать стальной меч. Чтобы выбрать цель или отменить выбор, нажмите Z. На уровне цель будут направлены все ваши атаки. ОК. Ребята, сегодня плохой день. Быстрые удары. Раз, два, три. Быстрый удар. Сильнее, чтобы удары в костях чувствовали. Эй, баррик, локоть при ударе не выпрямляй. ОК. Ноги, цири. Про ноги не забывай. Выполнить серию уклонений. Хорошо. Все. Так, а как кувырок сделать? Как сделать кувырок? Чтобы кувыркнуться и таким образом избежать удары, выберите направление с помощью S. Стрелка права, стрелка влево, нажмите пробел. Ага, ОК. ОК. ОК, это легко. ОК, все. Хорошо. Цири, смотри, под каким углом Геральт держит меч. Ууу. Вот так вот, да? Научишься плавать. Пусть ему аду. Опа. Я слышал, что старичок-то заснул во время урока. Да. Что провести контратаку? Нажмите... Ревос, удар, отвечай. Нажмите, что? Непосредственно перед атакой противника. А, понял. Может, похода меняется. Кто следующий? Давай. Понял. Нужно прямо перед атакой. Как только он заносит свой меч на удар... А теперь, парышня, займемся ведьмачьими знаками. Начнем с Квена. Чтобы открыть меню быстрого доступа, нажмите там. Хорошо. Что Квен? Ага. Охранный щит. Чтобы наложить выбранный знак, нажмите киво. Квен иногда называют ведьмачьим щитом. Посмотри, почему. Нифига себе. И чтобы искры летели. Клево. Так, наложить знак. Игни. Игни, походу, это огонь, типа. Да-да-да, так и есть, так и есть. Если бы не Квен, я бы оказался в... Ага. Арт Геральт, давай! Наложить знак Арт. Хорошо, где он Арт? Вот он, Арт. Телекинетический удар, ни хрена. Шикарно. Не стоит! Ладно, ладно, не будем, не будем его бить. Знак Арт улучшает противник... А, оглуш... Улучшает. Оглушает противника и иногда сбивает его с ног. Сучья кровь, как я его не люблю. Переходим к Аксию, сучья кровь, как я его не люблю. Аксия оказывает влияние на разум противника. От Аксия все в голове появится. Ага. Все. Теперь Ирден. Помнишь его? Магическая ловушка. Видишь, Цирик? Так я и шевельнуться не смогу. А почему? Почему он не сможет? Кидай бомбу. Не бойся, Цирик. Вен выдержит. Ага. Отойдите от него и бросьте. Ага. Понятно. Все. Встаньте на отмеченное место. Так. Окей. И хотя бы более-менее начинаю понимать, что к чему тут. Так. Встаньте на отмеченное место. Хорошо. Встал. Что теперь? Бросьте бомбу в чучело. Ааа. Вот. Учебная бомба. Вот так. Вот. Ааа. Ааа. Аааа. В то чучело. Ааа. Так. А как сделать это невозможно? Зажмите и прицельтесь. Ааа. Ааа. Нужно прицеливаться. Понятно. Есть. Хорошо. Вы узнали основные сведения о сражениях. При желании вы можете продолжить тренироваться с Весемиром. Чтобы закончить тренировку, просто уберите меч в ножны. Нажавцы. Ладно. Достаточно. Ты не нужны. Теперь спарринг. Ух. Ничего себе. Это что было? Ух ты. Да ты просто зверь. Свери. Давай слезай. Что она делает? Ааа. Она же голову. Голову сбила у манекена. Как вернется, посажу ее полировать. Все мечи Каэр Морхен. Хе. Ты нашла шлем? Шлем. Да, шлем. Цири. Так, так, так. Будешь чистить все мечи до последнего. Че? Ох, ты же... Че? Че? Это че такое? Это кровь? Твой... Ты сиди. Я долго ждал этого, Белый Волк. Нет! Что за херня? Что за херня? Тимерия. Тимерия. Дорога на Вызиму. Май 1272 года. Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Мне снился Каэр Морхен. Все началось в комнате для гостей в Каэр Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Рис. Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне... Все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно, как на его. Мы найдем ее. Потом мы тренировались в Цири. Потом я пошел за Цири. Мы вместе тренировались. Вот были времена. Маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее. Но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо. Я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири. Я не мог двинуться. Стоял как столб. Это только сон. Цири снилось мне, когда ей что-то угрожало. Так, ребят, простите, пожалуйста. У меня сейчас место закончилось на жестком диске. Поэтому вот так вот мы перескочили с момента на момент. Но пропустили мы всего лишь 30 секунд примерно. Поэтому я расскажу вам, что было в эти 30 секунд. Веси мир. А, подождите, стоп. Мы остановились на том, как нужно было... Я хотел нажать, что Цири всегда мне снится. Только тогда, когда ей что-то угрожает. А потом... Что же там было? А, Веси мир нас успокоил и сказал, что... Ничего Цири не грозит. Типа, мы ее научили всему, что только можно. Поэтому не о чем беспокоиться. А потом он потребовал письмо. Письмо, которое прислал нам Тачу Вихас, которую мы, видимо, сейчас ищем. Вот. И она сказала, что мы где-то там в Изимах должны встретиться. Вот. И весь мир заметил, что что-то там пахнет чем-то там, какими-то цветами, крыжовником или чем-то там, чем-то какие-то ягодами. Короче говоря, а Геральт... Геральт пошутил, что... Типа, ты его нюхать будешь или чё? Короче говоря, вот такой вот я рассказчик дурацкий. Ну, и вот мы как раз добрались до того момента, где я сейчас остановился. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. О чем это она? Это личная. Это личная. Очень личная. Понимаю. По крайней мере, мне так кажется. Может и не совсем, но думается мне оно и к лучшему. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Енифера отстаем? А вот, Енифер, Енифер. Точно, забыл. На два-три дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Они сейчас хотят найти Енифер. Постой. Слышишь? Что это такое? Слышно и чувствую. Гули. Гули. Чудовище. Как на континенте, так и на островах Скеллиге. Жизнь обычно суровая, тяжелая и короткая. Землю опустошает война. Те же, кому удалось уцелеть, нередко становятся добычей бесчисленных чудовищ, обитающих вокруг любой деревни или города. Над головой чудовищ появляется шкала здоровья серебряного цвета. Это означает, что с таким противником следует драться серебряным мечом. Ах, как геносный же ты. Так. Какую магию? Магию Квен охранный щит. Игни, Игни, конечно же. Игни будем. Игни. Иди сюда, говно. Черт, их двое. Господи, как тут много. В принципе, хорошо, что это такие только самые легкие. Что это такие самые легкие противники. Очки адреналина. Нанося удары противнику, вы получаете очки адреналина. Вы можете получить некоторые умения, которые позволяют проводить специальные атаки, расходующие очки адреналина. Вне боя часто... А, вне боя число очков адреналина начинает постепенно снижаться. Установили я здоровье, бла-бла-бла. Идем, пока новые не набежали. Да, согласен, Весемир. Подойдите к лошади и нажмите на него. Я рассказывал. Встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, Мал, исключительно полезные существа. Кули или лошади? Потому что из-за крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А-а-а. А он знал, что живых они тоже едят. Нет, и очень из-за этого огорчился. Это разрушило всю его теорию. Да, вот такие дела. Охрененно красивая игра, друзья. Охрененно. Я не могу налюбоваться. Конечно, может быть, она не так оптимизирована, как мне хотелось бы, например. Вот. Ну, а может быть, это просто у меня дурацкий комп. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Северного. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерия, ни Кейдвена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить. А то жить не хочется. Новая отметка. Сожженная деревня. Ух ты, смотрите, повешенные люди. Ну, пошла. Ну, пошла. Сожженная, смотрите, полностью сожженные дома. Тоже фигня. Ладно, погнали, Висемир. Давайте быстрее. Ехать за Висемира. Ух ты. Такой ростик. немного позже идем на помощь помогите охренеть это еще кто кто такой геральт ну ты и мощный весь мир отцыпанули черт очуметь смотрите лошадь подняла эта штука подняла лошади за собой волокла за собой в когтях улетела вместе с лошади в когтях охренеть эх весь мир как ты так неаккуратно ух какой крестьянин посмотрите на него да грифона грифона едят живьем по кусочку вы вам надо думать вознаграждение полагается пара крон пригодится ты нам ничего не должен нам ничего не должен ты попал в беду мы тебе помогли а говорят что у ведьмаков сердце нету мыл они бесплаты и пальцем не шевельнут а еще говорят будто мыши из гнилой соломы родятся как там след как я и говорил доходит до большака и обрывается затоптан а вы ищете кого да одну женщину да одну женщину невысокая длинные черные волосы видел такую нет ну вот что тут в белом саду есть корчма единственная в округе проезжие часто там останавливаются так может чего и узнаете неплохая идея чего еще что хозяйкой там моя двоюродная сестра скажите что брам вас послал так она вас примет как родных брам неплохая идея тем более тебе рано нужно очистить ну да в общем да что там он меня едва царапнул но ржаной водки я бы выпил такой знаешь холодный прямо из погребка так едем так едем эй лошадь иди сюда в бестиарии появилась новая статья нажмите чтобы там лошадь чтобы оставаться чтобы автоматически оставаться на дороге зажмите левый шип и не управляйте лошадью а понял окей офига себе вот это удобно грифон это удобно это удобно странно вот и мне так кажется в лесу в горах да но здесь у больших может это из-за войны повсюду трупы запад крови паленой плоти иногда это сводит чудовище с ума людей тоже новая пометка мост лакомщиной деревня белый сад как только что-нибудь узнаем сразу поедем дальше вы подъезжаете к деревне ведите себя пристойно помните что стражники не потерпят воровства и не любят тех кто слишком донимает другие в городах и даже в деревнях нередко устанавливают а устанавливают доски объявлений на миникарте они отмечены значком ну типа список читайте объявления чтобы найти работу для ведьмаков и другие возможные заказы а также узнать местные новости ой что это за эй ты чё дурак не стой на дороге чёрт я дери я ведьмак мне пофиг на всё ух ты это чё котейка? смотрите котейка офигеть таверна ну 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 пьянь что ж ты так идёшь? что? с ними это пока не поздно это это между прочим герд те мерзкие лилии пускай висят у нас уже не тимерие дед а не льфгард да не в жизнь ох щас чё то будет или нет тигр химерские лилии да? чё? подмойки я с выродками не пью Прошу прощения за этих пинчук Да ничего, мы привыкли Да, еще кто не знает, люди в этом мире Люди здесь нервные Мало того, что войска только прошли Как и Грифон шныряет Нелюдьми Да уж, мы с ним уже успели познакомиться Встретил я твоего родича, Брама Брама? Что с ним? Живой, передает привет Судари-ведьмаки Еда и питье за мой счет Чего изволите Так, реплики со значком Бла-бла-бла, открывают окна торговли Заплатите за Грифона, нифига себе Да нет, нет, конечно А мы ищем одну женщину Покажу, что у вас есть Мы ищем одну женщину Я ищу одну женщину Темные волосы, фиалковые глаза Фиалковые глаза, точно Деваются только в черное и белое Ехала из вербиц И Знаю, что это звучит глупо, но Пахнет сиренью и крыжовником Не видал такой Я бы запомнила, уж поверьте Да Ее не забудешь Может кто другой вам подскажет Много тут приезжих со всех сторон Поспрашивайте Так, реплики со значком Много Завершен этот разговор Понятно Спасибо, это все Спасибо За все Спасибо за все Судари-ведьмаки А может вы бы Грифона убили А то прям беда с ним Сперва-то он только скотину с полей таскал А последнее время людское мясо распробовал Из хаты выйти боязно Если нам кто-нибудь заплатит Я не откажусь Такие дела Если там кто-нибудь заплатит Видите Ведьмаки Они такие как бы Все для себя То есть Если кто-то о чем-то просит Они ищут во всем выгоду для себя Тогда поспрашиваю про Йен Угу Только лучше бы нам поменьше внимания привлекать Ага Черные уже поля меряют Да и пускай меряют Лишь бы хлеб не жгли Ай, драмя Давайте попробуем Пога Выйти на улицу И, наверное, уже будем заканчивать Наш с вами первый взгляд О, черт Ну что, выпил? Ага Вот оно что, да? Тогда упердывай Нам здесь таких не надо Ага Диалоги Аксии Вариант Вы можете использовать Аксии Этот знак воздействует на разум других существ Чтобы научиться зачаровывать Собеседников Получите навык как обман Ну-ка, давайте попробуем Я вам ничего не сделал Успокойся Охренеть Правда Ничего Не сделал Уже с чарами лезет, сукин зель Хватай его Он прям как этот Как джедай Приятно было познакомиться Приятно было познакомиться А этот, посмотрите Под воздействием чар Вот это прикол О, да Он лучше посидит Тахнет В общем, друзья мои Спасибо за просмотр Я надеюсь, вам понравилось это видео Я надеюсь, вам нравится Ведьмак Здесь мир полностью живой Охренеть Я, наверное, буду в эту игру Играть еще очень-очень долго И, скорее всего, буду стримить Даже пытаться Поэтому, если что Заходите на мои стримы Будет очень круто Я буду очень рад Если вы зайдете ко мне в гости На мой твич-канал Вот А с вами был Том Давайте, друзья До следующих видео До следующих видео